Наверняка ты тоже, Асан, знаешь, что первый триместр, он самый опасный. Ну, как бы здесь как раз тот период, когда и выкидыши происходят, и замерзшие беременности. И, конечно же, многие женщины переживают особенно, перестрафовываются. И есть такое, что первый триместр, как бы даже и не рекомендуют некоторые пить нашу продукцию. И здесь беременность надо рассматривать не как состояние, скажем так, матери, ждущего ребенка, а как серьезная форма заболевания, которая истощает организм до невозможностей. Да, пожалуйста, часто делайте эфиры, спасибо за ответ. Пожалуйста, Асхаб, да, я правильно читаю, да, Асхаб-75, да, пожалуйста, рады, что вам нравятся наши эфиры. Будем стараться делать с Алией. Она, кстати, мне очень нравится, как Алия вопросы задает, она очень тонко чувствует, какой вопрос задать она, как бы, ну, молодец, мне приятно с ней работать. И с Ромой тоже, кстати, очень здорово. Взаимно, взаимно. А мне нравятся ваши ответы. Теперь, ну, понятно, я даже знаю идиотов, если женщина пошла лишний раз к гинекологу, значит, что-то она там где-то нашалила, и, не дай бог, еще на стороне было. Омега еще является источником витамина Д3, в большей степени даже, чем витамин Витак-Ти. Лотинка зависает иногда твоя. Ну, давай начинать тогда, надеюсь, что у нас все получится, если не получится, тогда уже, возможно, в другой раз все сделаем. Давай, до сих пор. Хочется, надеюсь, что... Маус, я все равно сделаю. Может быть, лучше слышно. Ага, вот, пошел звук. Так, минуточку. В общем, для зрителей. Танюшка, наша девчушка, которая удела, спортом занялась, вот, она вышла замуж. Удачно. Да, вышла замуж. На свадьбе, правда, меня не пригласили на свадьбу, но ничего, я это перетерплю. Ну, у меня тоже. Теперь хорошо, наверное, сейчас слышно, наверное, слышно, да? Меня тоже не позвали, Аслан, представляешь? Да? Ну, вот, видишь, какая Танюша. Мы тут за нее переживаем, от коронавируса спасаем, она в тихаря замуж выходит. Вот, теперь хорошо. Говорят, хорошо. Так, да, вот она вышла, Танюшка, замуж за Андрюшку, все у них хорошо. Вот, и... Да, что за шибеи слова. Да, 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 от коронавируса вылечились. Вот, у меня... Давай, я Танюшка, да, от первого лица уже буду говорить. Только я даже за чем переживаю. Буду говорить, что я вот беременна, и потом начнутся вопросы. О, Махмедова беременна. Короче, я Танюшка, я не Алья, если что. Я в образе. Да. В общем, у меня первый триместр беременности. То есть, второй месяц, да? Соответственно, очень много слышала о вашей продукции, ЭЛРовской, да? Но у меня вопрос. Во-первых, вы распространенные, да, наверное, не раз задавали. Вот я не исключение. У вас на бутылках алоэ, геля алоэ написано, что беременным, противопоказание, беременным нельзя. Объясните мне, почему нельзя? Ну, если законодательная база в России не менялась последние 50 лет, касающиеся витамина, биминералов, кто в этом бинове? Если какие-то чиновники когда-то писали, только исходя из того, что эти продукты на беременных не экспериментировались. У нас во всем так. У нас много чего. Человек, когда заходит в магазин, допустим, это же алоэ у нас что? Это же гель, сок же, да, по большому счету, да, растение из алоэ, да. Те же беременные заходят в магазин, и вот сейчас напиток очень модный, идет сок алоэ, да, вот кто видел мое видео, где я сравниваю сок алоэ, да, магазинный, да, и наш гель алоэ, тот видел, где я экспериментирую с гелями, да, с йодом, вот, кто видел, да, вот, когда человек этот покупает сок, он читает, что там написано, противопоказания есть беременным, нет беременным, противопоказания детям есть, нет детям, а когда они берут с полки вот эти соки, которые думают, что они натуральные, они когда их пьют, эти беременные, они читают противопоказания, там есть противопоказания? Там нет. То есть здесь ситуация такая, просто надо немножко понимать, я тоже этого раньше не понимал, когда я изучаю, все становится на свои места, то есть здесь законодательная база, исходя из чего, то есть если это на беременных не экспериментировалось, то производитель должен указывать, что якобы противопоказания для беременных есть. Но в Германии этих ограничений нет, вот видео на канале есть, у меня Гульнара Харрисова брало интервью у Патрика, он рассказывал, ну и вот в принципе если сегодня у нас будет в эфире те, кто в Германии живут, кто пользуется нашими продуктами, они прекрасно знают, что этих глупостей в Германии просто нет. Мы в этом вопросе отстали от цивилизации, от мирового уровня, ну так же как и во всех остальных вопросах, лет на 70 минимум. То есть это просто такая бюрократическая штуковина, проволочка. Абсолютно. Да, то есть можно. Ну да, в следующий момент, вот я просто логически, здесь понимаете, вот я сегодня писал где-то в чате вопрос, ответ есть, есть, понимаете, рекомендации чиновников, есть некоторые рекомендации, которые ссылаются якобы на исследования, которые, кстати, никто не видел, как они делали эти исследования, там все это покрыто мраком. 90% всех якобы исследований, на которые ссылается современная медицина, они настолько некорректны, что сегодня наука это все радикально пересматривает и меняет все шаг за шагом. Это все сейчас огромные перемены в мире происходят, вопрос, что мы не видим, как это все происходит. И есть здравый смысл. А здравый смысл говорит о том, эти у нас продукты натуральные, натуральные, витамины натуральные, натуральные. У меня возникает встречный вопрос. Вот беременной женщине, когда я сейчас скажу, вам нельзя кушать фрукты, овощи, что мне эта беременная женщина скажет? Ты что, Аслан, что ты такое говоришь вообще, как так? Ну да, я сошел с ума, да, то есть что мы обычно говорим беременным женщинам и детям? Побольше фруктов, овощей, правильно, побольше натуральных продуктов, правильно, витаминки. Витаминки, что беременным женщинам назначает? Фолиевая кислота, витамин Е, витамин С, да? А потом мы смотрим этот продукт, смотрим на его состав. И когда мне что-то запрещено, я говорю, скажите мне, пожалуйста, а что именно запрещено в этом продукте? Там же много ингредиентов, по большому учету, по составу, да? Теперь скажите мне, пожалуйста, какое именно вещество природного, так понятно, что природное происхождение, имеет противопоказания? И тут возникает большой вопрос. Никто не говорит, ну там же написано противопоказание. Я понимаю, написано. А теперь, кто-то написал, или вы, вы можете сказать, какой именно компонент или ингредиент, как эти так называют, имеет противопоказания? Витамин Е имеет противопоказания? Витамин С имеет противопоказания, которые при коронавирусе все говорят, больше ехте витамина С. Витамин Д, условно говоря, имеет противопоказания. омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, имеют противопоказания. Что имеет противопоказания? Мне никто пока не ответил на этот вопрос. Следующий сразу вопрос тогда, Аслан. Вот, это все Танюшка. Хорошо. А откуда вы знаете, как мне недавно сказали, откуда вы знаете, что именно налили в бутылке? То есть написать-то можно все чего угодно, как мне говорят, да? Но вы же не видели, как туда наливали? Ну, конечно. У меня возникает встречный вопрос. Вы хлеб в магазине покупаете? Говорят, да. А вы уверены, что он состоит из того, с чего нужно состоять? А вы, когда яблоки в магазине покупаете, вы уверены, что они не химией серьезной обрабатывались? А когда вы те же, как я уже сказал, соки или конфеты своим детям покупаете, вы проверяли их состав? Вы уверены, что они правильно соответствуют? Я, например, не уверен. Раньше был уверен, а сегодня изучил. Я знаю, что все конфеты на 90% состоят из полностью синтезированных продуктов. Абсолютно не имеет конфетам никакого отношения. Я знаю, что в каждом стакане сока, на котором написано натурально, на каждые 200 грамм, 250 грамм сока, 4-5 ложек сахара. Норма у взрослого человека 3-4 ложки в день. Если ваш ребенок, в Кока-Коле еще больше, если ваш ребенок выпивает бутылку, там, литр сока в день, вы понимаете, какое количество сахара? Вы изучали эти вопросы? Почему вы, когда вы покупаете колбасу, вы уверены, что она состоит из мяса? Кто-нибудь видел, что там написано, когда читаешь, увеличиваешь лупой, написано мясо, кенгуру, написано колбаса, говяжья, в составе кенгуру, мясо. Кто-нибудь это смотрел? Почему мы не изучаем составы тех продуктов, которые мы покупаем каждый день, а продукт, который разработан ведущими немецкими учеными, мы сразу подвергаем сомнения? Да, это правильный аргумент. Да, естественно, у вас могут быть сомнения, вы имеете на это право. Но вы задавайтесь и всеми остальными вопросами. А что у вас вызывает сомнения? Именно, что немцы могли туда залить не то, что положено. Вы так думаете, немцы решили нам за 45-й год отомстить? Им больше делать нечего? Потом у меня возникает вопрос. Скажите мне, пожалуйста, если я вам продам этот продукт, да, ну, мы не продаем, как бы, да, мы людям предоставляем возможность самостоятельно заказывать через интернет-магазин с 40-ти процентной оптовой скидкой. Наше дело, наша работа не продать продукт, а дать человеку правильную информацию. То есть мы консультанты, да, по продукту. Да, вот скажем, да, и по компании. Вот. Дальше человек сам выбирает, что делать. Скажите мне, пожалуйста, если я вам его, вы купите его по моей рекомендации, и у вас не будет результата, вы будете дальше покупать этот продукт? Что человек скажет? Очевидный, да, ответ? Ну да. Да, если скажет человек, нет, скажите мне, пожалуйста, мне это выгодно? Да. У меня следующий вопрос возникает, я просто рассказываю, что я людям спрашиваю, когда они такие вопросы задают. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, насколько вам должен понравиться продукт, чтобы вы, не звоня мне, самостоятельно заходили в личный кабинет и сами каждый месяц, или каждую неделю заказывали то, что вы хотите? Ну, должно очень понравиться. Сто процентно. Конечно, правильно. Да, скажите мне, пожалуйста, а вот если вы меня обвиняете в заработке денег, да, ну, в принципе, это нормально. Кстати, вы сами кому-то что-то бесплатное делаете без денег? Тоже хороший вопрос, да, возникает. Вот. Потом я говорю, скажите мне, пожалуйста, если как вы думаете, да, я не говорю, что вы утверждаете, думаете и имеете право на это, мне как выгодно, чтобы зарабатывать те же самые деньги? Вам, чтобы вы только один раз купили, или вы чаще покупали? Как ты думаешь, что человек должен, нормальный думающий человек, логически, что должен ответить в этой ситуации? Ну, конечно, я что-то постоянно, я покупала, да, понятно. Да, да, да. Вот если, вот теперь скажите мне, пожалуйста, только при условии, что вы будете покупать постоянно, следовательно, вы покупать постоянно будете только тогда, когда у вас будет результат, когда будет результат, только тогда я получу от компании свои деньги. Это честный бизнес? Абсолютно, честно, да, согласна. У меня к вам честно? А теперь скажите мне, пожалуйста, есть смысл немцам сюда засовывать то, что не нужно, обманывая нас, если продукт не будет продаваться в России, затрачивать на это миллион евро и привозить это в Россию каждый месяц? И причем спрос такой на продукцию, что они не успевают его поставлять. Как вам такое объяснение? Нормально? Ну да, наверное, соглашусь. Все-таки, наверное, наверное, заливают именно то, что написано на этикетке. Ну, дальше, понимаешь, в чем дело? Дальше мне убеждать человека смысла нет. Я ему сказал свое видение, он сказал свое видение. Если человек задает мне этот вопрос, чтобы остаться при своем негативном мнении, это его право, это его право. Ну, нахрена ты мне этот вопрос задавал? Если ты задаешь мне вопрос, чтобы узнать и разобраться в этом продукте, и ты после моего ответа хочешь, скажем так, поменять свое мнение там, да, или довериться мне, или довериться продукту и компании, тогда я ответил все, что я мог тебе ответить. Мы можем дальше продолжать наш диалог, но вопрос, опять-таки, во что ты хочешь верить? Если ты не хочешь верить в мои слова, какой мне смысл дальше тебе что-то пытаться объяснять? Есть смысл? Нет. Нет. Тогда следующий вопрос. Вот, наверняка ты тоже, Аслан, знаешь, что первый триместр, он самый опасный, да? Ну, как бы здесь как раз тот период, когда и выкидыши происходят, и замерзшие беременности, и, конечно же, многие женщины переживают особенно, ну, перестраховываются. И есть такое, что первый триместр как бы даже и не рекомендуют некоторые пить нашу продукцию. побаиваются, что если что-то произойдет, да, вот, ну, не дай бог, и это не будет вина, понятно, нашей продукции, потому что она натуральная, но люди так устроены, что они будут искать виноватых. И, соответственно, в первую очередь попадет под обвинение продукции компании ЛЭР. Как вот вы в этом плане, Аслан, считаете? Я сейчас с бутылки пыл, с бутылки пил, сразу поправлюсь. Люди думают, что я гель напрямую пью. Здесь у меня вода, друзья, в бутылке. Почему я здесь держу воду? Во-первых, я пью воду из-под крана, только натуральную, кстати, вам тоже рекомендую, да? В этой бутылке специальное, очень шикарное покрытие пищевое, которое позволяет сохранять долго продукт, да? И вода здесь долго хранится. Потому что гели я пью только из определенных на посуды, скажем так, доставая из холодильника, чтобы они не прокисли. Это натуральный продукт, без консервантов вредных. И поэтому, как вы знаете, если у Насти попадет туда, как с молоком, то же самое, гель забродит. Просто многие люди спрашивают, говорят, вы там все постоянно гели пьете. Говорите одно, а делайте другое. Я пью воду еще раз повторюсь, да? Теперь существенно по твоему вопросу про первый триместр, да? У меня, вот ты сказала там, там говорят, говорят, да? В советские времена было такое высказывание, есть мнение. У меня возникает вопрос, а чье мнение? А чье это мнение? Да? Полностью, да? И что именно? Чего именно эти люди боятся? Вот те, кто не рекомендует, кто не рекомендует конкретно, на основании чего они не рекомендуют конкретно, и где эти, где эту информацию, скажем так, основание, из чего они исходят, они конкретно почерпали, понятно, да, и дают дальше рекомендации. Мне бы очень хотел ознакомиться, я бы очень хотел ознакомиться с этой информацией. Из чего эти люди исходят? Из каких-то научных рекомендаций, медицинских рекомендаций? Из чего? Из, например, смотри, печальный опыт, да? Женщина начала пить продукцию, ну, допустим, гель, либо неважно, вот, у нее случился выкидыш там на первом триместре, либо замерзшая, и она начала истерически, панически там, да, обвинять во всем нашу продукцию, да? То есть уже на основе этого, да, человек уже будет бояться, да, например, если мы говорим, да, ну, даже я не являюсь представителем, допустим, компании, а просто порекомендовала продукцию, да, сама, да, вот я, Танюшка, да, мне вот понравилось, я порекомендовала, а у человека случилось то, что случилось. И после этого, понятно, я, как любой другой человек, там, буду бояться рекомендовать. Вот из этих соображений. Ну, да. Я понял. Вот у меня первое время, когда только начинали работать, еще информации много не было, я не успевал это изучать, как бы, да, были случаи, когда людей в скорую отвозили во время приема наших продуктов, да, и врача вызывали на дом, потом начинало выясняться, что человек при этом принимал какие-то дополнительные лекарства, у него куда-то там, то есть все понятно, да, потом выяснялось, что это подпобочный эффект этих лекарств, да, вот когда женщина, ну, ты, я понимал, что ты как бы условно, да, там случился выкидыш, несколько вопросов опять возникает, откуда я знаю, что кроме этого продукта женщина еще делала, может она какие-то котлеты не зенитой говядины съела, она проверяла это? Я могу сейчас свалить на что угодно, понятно, да? Может она фрукты какие-то в магазине купила, химии обработанные, кто сказал, это во-вторых, в-третьих, а еще там у десятерых там за это время случился выкидыш, которые не употребляли этот продукт, это тоже у продукта виноват? Что виновата? Что вы говорите, что вы именно выкидыш от этого продукта, это надо быть, ну, я не знаю, во-первых, как соображать или не соображать нормально, во-вторых, я не знаю, из чего надо исходить, и в-третьих, это ни одного научно, скажем, научно грамотно образованный человек никогда не привяжет ни один выкидыш к этому продукту. Это, это следующий момент. Четвертый момент. Выкидыши, как правило, бывают, когда в организме возникает особенно большой дефицит тех или иных питательных веществ, и нарушен обмен веществ, нарушено кровообращение, и именно на основе, опять-таки, того же дефицита этих питательных веществ. И здесь беременность надо рассматривать не как состояние, скажем так, матери, ждущего ребенка, да, а как серьезная форма заболевания, которая истощает организм до невозможностей. Если женский организм изначально не был подготовлен к процессу беременности, он был уже ослаблен, там другие моменты были, какие-то заболевания скрытые были, да, а в период беременности у нее просто-напросто беременность пошла не тем путем, к которому она могла пойти. Поэтому нормальный, ну любой нормальный, образованный, грамотный, и еще и думающий врач, потому что грамотность и думать, умение, это совершенно разные вещи. Как говорится, грамотных до хрена умных мало, вот из этого принципа. Всегда говорят, что надо подготавливать организм беременной женщины заранее. То есть принимать эту продукцию не только в первый триместр, а за год до начала первого триместра и подготавливать. Вот чтобы было понимание, если обычной женщине нужен кальций, там, один грамм в среднем сутки, да, беременной женщине уже нужно два грамма, потому что он забирает, ребенок, фод будущий забирает, больше еще надо. Если, там, скажем, железо нужно женщине, там, я не помню сейчас в микрограммах сколько, да, то беременной женщине нужно железо еще больше, потому что первая система, которая у ребенка формируется, это кровеносная система, поэтому мы об этом уже говорили с тобой или с Ромой, я не помню. Кровеносная система, ферритин, вот эти вещи сразу запасаются в воде, потому что это основа жизни, без кровотворения ничего не бывает. Соответственно, что для усвоения железа надо принимать? Надо принимать фолиевую кислоту, надо принимать витамин В12, витамин В6, все в комплексе, надо принимать кальций, магний надо принимать, почему многие люди теряют усталость, там, энергию теряют, магний, дефицит магния. Во-первых, у женщины останавливаются эти женские дни, да, ну, то, что вы, вы понятны, да, вот на этот период. Соответственно, а для чего эти дни у женщины происходят? Когда этот цикл, все это проходит нормально, у нее токсины выводятся. Когда это приостанавливается на период беременности, токсинам выходить некуда. Токсины где остаются? В организме. Это вызывает токсикоз. То, что не может выйти туда, пытается вырваться сюда. Понятно, да? Вот. И эти вещи, мы как раз-таки прекрасно убираем гель, алоэ, пробаланс. Когда токсины остаются в организме, что происходит? Происходит закисление организма, кислотно-щелочной баланс нарушается. Когда нарушается кислотно-щелочной баланс, организм своими ресурсами пытается его подавить. Каким образом? Он на нейтрализацию кислот отдает щелочные минералы. Тот же кальций. Откуда он берется? Из костей, потому что 99% кальция доходится в костях. Поэтому потом у женщины, когда уже ближе к 50 годам, у стех остеопороз, потому что, особенно когда двое-трое детей было, или четверо, да, потому что она постепенно при каждой беременности отдавала кальций на нейтрализацию вот этих кислот, которые происходят в токсикоз. Понятно, да? А когда, а потом еще магний, куда магний девается? Магний тоже идет в первую очередь на нейтрализацию кислот. На нейтрализацию кислот, он тоже щелочной минерал. Откуда? А магний откуда? Мы берем из мышц, из мышечной ткани. А потом что происходит, когда в мышцах теряется магний? Мышцы дрябуют, становятся по слабости в ногах, судороги в ногах. Это обычные вещи, о которых я говорю. То есть, и здесь что нужно? Поэтому сами думайте, нужно вам это или нет. Когда ребенок, а в первую стадию триместра, да, что еще формируется? Мозг у ребенка формируется. Мозг, да. Мозг, да, мозг, это огромный потребитель жира, именно полиненасыщенных жирных кислот. Поэтому, поэтому нормальному человеку омега нужна 1 грамм в день, а беременной женщине 2-3 грамма. Это еще если один ребенок, а если двойня под сердцем у женщины, что делать? Соответственно, омега-3, как именно насыщение клеток мозга, головного мозга и сформирования самого мозга. Это мозг вообще активнее всего развиваться в этом процессе. Тут омега нужна не только в родовой, в период беременности, а сразу после рождения ребенка через молоко матери. Здесь мать должна применять омегу, мать должна пить пробаланс, именно через грудное молоко давать ребенку. Понимаете, да? Аслан, подожди, вот сейчас мы по поводу продуктов еще туда вернемся. Просто у меня такой еще вопрос, пока далеко не ушли. Во-первых, задали вопрос, есть ли такие огромные продажи, откуда берется столько алоэ, сырья? Задали такой вопрос. Давай, ответьте. Видел я этот вопрос, да, очень хороший вопрос, грамотно поставленный вопрос. Это самое. Смотрите, ну мы же, вот кто-нибудь из вас был в Мексике, кто задает эти вопросы? Вряд ли. Что-то мне так кажется, что вряд ли. Никто не был, правильно? Кто-нибудь видел эти плантации, их размеры вообще? Никто не видел. Вот у меня точно так же возникает вопрос. Вы картошку дома кушаете? Каждый год, каждый день? А откуда столько картошки берется? Да. Ну, собственно, да. Мед кушаете? Откуда мы столько меда берем? Яблоки кушаете? Откуда столько яблок? Откуда? Мясо кушаете? Откуда столько быков, коров? Ну, или там свиней, или там барашек, я не знаю там, кто какое мясо. Такие вопросы можно задавать всегда. Это, ну как, я не хочу никого обидеть, но люди, которые этот вопрос задают, ну они вообще чем думали раньше? Откуда? Вот алоэ берется, оттуда же, откуда берется остальная еда. Понимаете? Собственно, да. И смотри, вот следующий вопрос. Ну, а как иначе? Логика, я, а если не верят, я предлагаю поехать в Мексику и заодно экскурсию сделать там, поездить по местам инков там, я не знаю, там, ацтеков, и посмотреть еще плантации. Это огромные плантации, компания постоянно их расширяет. И, кстати, почему именно в Мексике компания берет? Компания может выращивать и в Португалии, и в Африке, но в Мексике это высокогорный район, я уже где-то рассказывал, по-моему, в своем видео где-то, это высокогорный район, высокогорный район, там почва, она многослойный слой гумуса. Там вот Мексика, потом Доминикана, вот эти все страны, там 2-3 урожая собирают, понимаете, в год. Настолько богатая почва там, минералами. И именно там компания, этот продукт алоэ, им обходится, ну, скажем, минимум на 40% дороже, чем бы, если бы они его покупали там в Португалии или в Африке. Как вы думаете, немцы идиоты, чтобы переплативать, скажем, да, ну, если, это если миллион долларов, они на закупку вкладывают, скажем, да, 400 тысяч долларов, они должны переплатить и дополнительно это с Мексики заказывать. Есть смысл? А у немцев все просчитано, друзья, они считают каждый евроцент. Они просто так будут это делать? Я думаю, что нет. И именно поэтому еще второй момент, немцы привезут это, не в Мексике разливают, не в России, не в Украине, они свое производство держат строго в Германии, строго в Германии, потому что они только там могут гарантировать качество. Немцы, во всем немцы, это моя любимая фраза. Аслан самый умный, как мне приятно это читать. Продолжайте, друзья, продолжайте. Не останавливайтесь, у нескольких человек температура поднялась после применения наших продуктов. Можете ответить, в чем может быть причина? Давай сразу на вопрос поотвечаем. Очень, очень классный, хороший вопрос, очень классный, хороший вопрос, мало кто его задавал, я тоже раньше задавался этим вопросом. Ну, во-первых, человек, который задал, откуда у нас, ну, она навряд ли быстро ответит, да, в переписке, Алия, вот ты сама, как ты думаешь, откуда у нас температура в организме? Что создает температуру, что регулирует ее? В каком месте она начинается? Ну, наверное, какие-то начинаются процессы, выводы чего-то, но если, говорим, выводы какой-то, гадости. Но кто ответит быстрее, да, кто сможет, кто сможет ответить быстрее, в каком органе начинается температура, Какой орган у нас регулирует температуру? Вот так скажем, вопрос за сам болезнь точно. Ой, я не могу ответить, честно признаюсь. Не знаю. Ничего страшного, это нормально. Не пытайтесь правильно ответить никогда. Я, знаете, всегда говорю, то же самое никогда не делаю. Я не пытаюсь умничать, когда не знаю чего-то. Я говорю, если не знаю, не знаю, это нормально. Лучше сказать нет, чем казаться умным и наоборот выглядеть идиотом. Кишечник. Нет, не совсем неправильно. Нет, не кишечник. Вот про иммунитет написали, иммунитет начинает работать. Это близко к ответу. Вот теперь этот Асхаб, да? Это близко к ответу. Воспалительный процесс начался. Не совсем. Может быть, но не совсем. Может что-то расшаталось, но может быть тоже такое быть, да? Ладно, не буду тянуть. Так, кровеносные сосуды. Нет, Танюша, нет, нет, нет. Печень. Кто сказал? Татьяна, печень. Совершенно правильно. Печень. Именно печень. Вот я почему задаю вопрос и почему всегда стараюсь общаться с аудиторией? Когда вы будете знать, откуда идет проблема, вы будете знать, как ее решать. Понимаете? Я могу чисто. Гипоталамус – это чуть не то. Читовидка, что ли, где я это сделал? Я ответил на вопрос. Печень. Именно печень регулирует температуру. Да, она повышает температуру, она понесет, все это делает полностью печень, да, вот. Соответственно, это уже связано с иммунитетом. Когда печень, там, скажем, попадает, видишь, фильтр, когда видят какие-то бактерии, т.д. Почему температура повышается в организме? Почему? Говорят, при простудах, если температура 37-38 до 18,5, сбивать не надо. Потому что печень повышает температуру, чтобы температура уничтожить все вредные бактерии, которые могут уничтожаться в этой температуре, когда это уже не происходит, тогда запускается весь остальной иммунитет, и гуморальный, и клеточный, смотря, что попало туда, да, вот, полностью. Поэтому, если вы начали принимать гелий, и у вас поднялась температура, это, скорее всего, показатель того, что у вас какие-то, возможно, проблемы были или в кровеносной системе, или в печени, и это начало очищаться, именно печень начала рабор очищаться. Вот так вот. Так, вопрос, смотри, ответила. Смотри, по поводу, ты сказал, фразу, да, что к беременности нужно готовиться и там за год, да? То есть есть такое выражение, мой папа алоэ, есть огромное количество уже результатов, отзывов, когда супружеские пары, да, не могли, ну, как бы, беременны, там не было детей, на фоне приема продукции больше ничего не применяли, поэтому, как бы, да, однозначно поняли, что именно алоэ было причиной, да? Вот, почему так срабатывает алоэ именно на репродуктивную функцию, вот, ну, и такой есть прикол, да, уже мой папа алоэ. Вот, есть это мой объяснение научное? Да, я вспомнил, пожалуйста, часто делайте эфиры, спасибо за ответ. Пожалуйста, Асхаб, да, я правильно читаю, да, Асхаб 75, да, пожалуйста, рады, что вам нравятся наши эфиры, будем стараться делать с Алией. Она, кстати, мне очень нравится, как Алия вопросы задает, она очень тонко чувствует, какой вопрос задать, она, как бы, ну, молодец, мне приятно с ней работать, и с дома тоже, кстати, очень здорово. Взаимно, взаимно. А мне нравятся ваши ответы. Теперь, ну, да, ну, мой папа алоэ, да, ну, я не знаю, тогда что получается, мужик в доме уже не нужен? Я не к этому, нет, просто слышала, что... Я не понял, вы что, нас писали, что ли, я не, ну, ты как? Нет, ну, то есть, сначала папа, потом мама, понятно, да, а потом уже алоэ про баланс омега-3, потому что и здесь мы с Ромой говорили, вот здесь, да, мы тему такую проводили уже, к сожалению, там какая-то техническая неповадка была, эфир не удалось сохранить, Рома говорит, надо еще раз повторить, да, ну, лишние не будут информацию давать людям, вот, то есть, надо сначала понимать, что и папа, и мама, не бывает, если какие-то проблемы с зачатием есть, не бывает проблемы с одной стороны. У нас, к сожалению, очень глупо, многие мужики относятся, что женщина, если пошла к гинекологу, иначе у нее какие-то проблемы, это не совсем так, понятно, я даже знаю идиотов, если женщина пошла лишний раз к гинекологу, значит, что-то она там где-то нашалила, и, не дай бог, все на стороне было. Это идиотизм, глупость, я лично знаю такие истории, женщины даже боятся, скрывают, что они ходят к гинекологу лишний раз, это нормально, абсолютно явление, да, вопрос в том, какой гинеколог, это уже другой вопрос, то есть, и если здесь с зачатием проблемы есть, опять-таки все сваливается на женщину, а мужики считают, ну, знаете, мы же такие гордые, у нас же всегда все хорошо, мы же там, то есть все, да, если мы по мужской части все как положено, то и все, остальное внутри нормально, хрен там, друзья, не угадали. Поэтому вопрос зачатия, это совместный процесс, начиная с психологического момента, то есть взаимопонимания, потому что именно вот эти все отношения, положительные эмоции или отрицательные эмоции, они очень сильно передаются друг другу, и они очень сильно влияют. Вот допустим, на мужское бесплодие влияют сильные стрессы, сильные стрессы, они, скажем так, ухудшают выработку сперматозоидов, очень серьезно на это влияет, да, и на качество сперматозоидов, и на количество. Улавливаете? Вот здесь почему рекомендуют постоянно правильные андрологи, андрологи, это которые занимаются именно мужской репродуктивной способностью, скажем, да, вот, грамотные репродуктовые андрологи, они всегда рекомендуют антиоксиданты, это витамины группы В, стоп, все группы именно, да, это витамин С, витамин Е, омега-3, причем именно докозагекстоеновая кислота там не менее 400 миллиграмм должна быть для мужчины, да, вот, вот такие моменты. То есть в первую очередь согласовано, и ты, и ты проверяешься, да, как положено по всем анализам, правда, многие анализы там нахрен не нужны, но так устроена сегодня наша система анализная, ну, уже переплатите лишние деньги, 80% денег, что они платят за анализы, они нафиг не нужны, да, но по-другому никак, по-другому никак, вы не придете и начнете умничать там, вам просто назначат, вы вынуждены будет это делать, вот и все, вот. Если все нормально, тогда дальше работаем, дальше работаем просто-напросто, много несовпадений бывает, здесь тоже, как бы, иногда лотерея, да, вот, если женщина за полгода не забеременела, а потом, может, пять лет подряд беременеть, да, вы только успевать будете, дети и нянчика, так что всякое бывает, есть. Но витамины, минералы нужны обоим, если долго не могли забеременеть, да, вот, проверяется, кровообращение нужно обоим, потому что все полностью, и мужская способность, да, физическая, вы понимаете, о чем я говорю, просто не хочу, я сейчас твои именами называю, да, и женское все, это связано на кровообращении. Вот я всем рекомендую, мужикам, да и женщинам тоже, посмотреть мое видео про статит, правда и мифы, я там все подробно рассказываю, очень хорошо, там 20 минут, я рассказываю, какие продукты нужны, потому что это заболевание, ну, чересчур завышено, его часто, скажем так, ставит диагноз неоправданно, но тем не менее, проблемы сегодня есть, они связаны с питанием, со стрессами, да, со многими вещами. То есть гель, алоэ обязательно нужен для кровообращения обоим, про баланс нужен, обязательно обоим, потому что сперматозоиды только в щелочной среде развиваются, там плаш сперматозоидов и спермы должно быть 7,4, не меньше 7 никак, а так в идеале 7,4 можно даже больше, чтобы эти вещи было понимать, да. Достаточное количество белка нужно обоим, обоим, обязательно. Ну, женщине по процессу кровотворения для ребенка я уже сказал, почему я всегда рекомендую гель, и крапива для обоих, это процесс кровообращения в первую очередь, да. Вот мы уже знаем, что в крапиве, многие партнеры знают, для тех, кто не знает, повторюсь, да, в крапиве есть кремний, который очень важен для сосудов, для сосудов, да. По этому поводу я рекомендую посмотреть наши с Ромой эфиры, про сосуды мы рассказывали, про кровообращение, там подробно рассказывал. То есть и женщине нужны кровообращения для улучшения кровообращения, для притока крови к плоду, к растущему плоду, да, вот так вот полностью, чтобы питание получал И для мужчины нужны, чтобы для зачать обязательно, но это надо делать до начинать полностью. Про баланс я уже сказал, нужен, омега-3 нужно обязательно обоим, и майндмастер, как антиоксиданты, нужны и ей, и ему. Потому что и процесс, скажем так, долго в отсутствии зачатия, он сам по себе стрессовый для обоих. Хождение по аптекам, по этим анализам, это все стрессы, это все незаметно, то, что вы к одному врачу пошли, это все накапливается, это очень сильно отображается на ваши, скажем, репродуктивные свойства. Это очень серьезные моменты. Здесь не бывает мелочей, понимаете, очень серьезные моменты. Так, вопрос, смотри, сразу. Мне Танюшки, да, когда пошла в женскую консультацию. Эларочка, да, там есть такое имя Элара. Да, вот девочка на продукте АО и Родиас, даже назвали Эларой. Классно, здорово, не слышал, здорово, поздравляю этих людей. Да, имя красивое. Смотри, получилось, да? Смотри, пошла... Флаги нам нужны. Сколько нужно учиться по продукции всю жизнь, да? Смотри, я... Говорю, пошла в женскую консультацию, да, как только узнал, что ждем ребенка, пошла в женскую консультацию, и там назначили фолиевую кислоту. Ну, это стандартно, да, для женщин сразу назначают юдомарин и фолиевую кислоту. Вот из нашей продукции, давай просто сразу сейчас людей сориентируем, да, я сейчас уже делаю такие аналогии, да, с аптечными вариантами, говорю, что аптечные варианты, да, они в основном таблетированные, синтетические, тра-та-та. Да, вот, из нашей фолиевой кислоты источник Майнмастер же, правильно? Да. Источник фолиевой кислоты. Да, да, да. Лена, можно я Махмудову, Бабеку отвечу, сколько нужно времени, точнее, случится, как вас знать по продукции? Ну, во-первых, спасибо, Бабек, да, ну, во-первых, я не считаю, что я очень великолепный знаток продукции, да, идеальный быть во всем невозможно, да, хотя я стараюсь, да. Ну, я учился, скажем так, первые 4 года, минимум по 10 часов в день я занимался, но почему, мне было очень это интересно, меня невозможно было оторвать, я каждое свободное время, сразу, когда минутка я посвящал или видео, или какую-то лекцию слушал, или там статью, публикацию, я искал ответы, мне просто было интересно, потому что, когда я увидел наши результаты по продукции, они противоречили тому официальному мнению медицины, то есть, они говорили, это не лечится, это не лечится, это не лечится, я смотрю, что продукты люди принимают, и у них избавляются эти заболевания, я же думающий человек, я всегда верил в то, что говорит медицина, думаю, как это работает, потому что есть медицинское мнение, а есть здравый смысл, ты можешь слушать врача, но ты не можешь, ты же не идиот, чтобы не верить своим глазам, то есть, я вижу, но мне говорят, что это неправда, как это так? Я начал изучать, поэтому вам должно быть это очень интересно, как и мне стало, и быть должно сильное желание, терпение, ну, 3-4 года, это минимум, чтобы вот хорошо разбираться, да, а так всю жизнь, а так всю жизнь, здоровье, это информация, это всю жизнь информация, я каждый день чему-то учусь. Так, теперь по вопросу, насчет фолиевой кислоты, это активно меньше фолиевой кислоты, да, смотрите, во-первых, фолиевая кислота в аптеке, она синтетическая, пожалуйста, Маденышко, у синтетических витаминов, у них всегда будут дозировки, они рассчитаны, скажем так, так преимущественно рассчитаны, чтобы вытягивать человека, скажем так, из гиповитаминоза, тут не путаем, а-витаминоз и гиповитаминоз, а-витаминоз, это отсутствие конкретного витамина, скажем, витамина С, который вызывает заболевание ЦНГ, это полное отсутствие, он приводит к конкретному заболеванию, а есть гиповитаминоз, это снижение уровня витамина, то есть, это ухудшение состояния, но еще не болезнь, вот так, поэтому, если гиповитаминоз, они вот так вот рассчитаны, Но фиолиевая кислота должна идти в совокупности с витамином В12 обязательно, с витамином В6, это совместимые продукты. Там должно быть железо обязательно в комплексе, и там должны быть биофлавоноиды. Я повторяю, я не буду сейчас разжевывать, просто зайдите в интернет и посмотрите биофлавоноиды. То есть природа создала все эти витамины и минералы, это вообще-то тема витаминов отдельно, но раз люди спрашивают, чтобы было понимание, коротко вас рассказать. То есть в природе все эти вещества, они натуральной формы, а если в каком-то продукте, они всегда сопровождаются с биофлавоноидами. Наука создала каждый эти элементы отдельно, но в совокупности они почему-то не работают так, как в природе. Есть такая L-форма, то есть лево вращающиеся, это натуральные там витамины, а право вращающиеся, они не встраиваются в организм. Вот они вроде по составу один в один, но почему-то у них не получается лево вращающими сделать. Есть, господин, это неорганическая форма, есть органическая форма, натуральная. Вот я про железо всегда люблю повторять. То есть железо где минерал находится? В земле, правильно, да? Но если вы железо из земли достанете, кушать будете, организм его не усвоит. Железо что делает? Всасывает из почвы растения в себя и переводит в другую форму. Но опять-таки, животные могут из растений получить железо, а человек кушает растения и не может получить железо. Поэтому есть не гемовая форма для человека. Гем – это гемоглобин, да, вот этот, где находится железо. И поэтому животные, когда покушали, железо превратилось в мясо, растение превратилось, ну, животное в мясо стало, да, вот, и уже из мяса, из печени мы получаем железо правильной формы. То же самое с витамином В12. Так устроен человеческий организм, что это именно пройдя вот так вот поэтапно из почвы в растения, из растения в животных и только уже из животной пищи мы получаем эти витамины. Понимаете, вот этот я разбирал, я не мог понять, что такое органическая химия и неорганическая химия. И вот именно через этот пример, который я сам себе разложил, я наконец-то понял, в чем разница. То есть вы никогда органику, неорганику не сделаете органикой, если она не прошла заложенный природный процесс. Вы никогда в инвитро, там, в лабораториях не получите эту форму натуральную. Поэтому эти продукты люди принимают, там, аптечное фолиевое железо, фолиевая кислота, тоже железо, кроме рвота, тошноты и, скажем так, и т.д. и т.п. оно ничего не вызывает, головокружение, ну, люди знают, кто принимает алгоритм химия. Поэтому вам нужно натуральное принимать. А натуральные уже все по дозировкам, там дозировка профилактическая, профилактическая, потому что это БАД. Оно не лечебный эффект имеет, оно профилактический. Здесь вы просто регулируете, повышая дозировку сами по состоянию. То есть двойная дозировка, указанная на бутылке, тройная, четырехкратная, пятикратная. Все зависит от того, как вы потеряли уровень того же железа в период беременности, который вы отдавали ребенку. А железо, чтобы было понимание, чтобы на него восстановить в крови, нужно где-то от 4 до 6 месяцев. А потом еще запасы железа в печени, в мышечной ткани, да, это депо железа, да, еще полгода. Вот теперь сами думайте, сколько времени принимать то же железо, фолиевую кислоту, витамин В6, витамин В12. Кстати, витамин В12, это тоже есть витамин В12, а дефицитно анемия называет. Ну, посмотрите мое видео про анемию, там подробно рассказывал, кто не видел в Ютубе. Забейте анемию Аслана Пугов, там подробно все. Так, надеюсь, ответил. Друзья, я стараюсь подробно отвечать, чтобы у вас было представление. Когда он говорит, тупо пропейте вот это, это одно. Но когда вы знаете, что вы пьете и для чего вы пьете, вас уже уговаривать не надо. Вы сами будете понимать для своего здоровья, что вы делаете. Именно этим должны заниматься в больницах. Но врачи этого не делают, их не учили разговаривать с людьми. Они просто тупо назначили, иди вон, иди вон, потому что у него очередь из таких, из таких, как ты, стоит. И на человека только 7 минут дается. А ему еще надо приходить домой, воспитать детей, накормить мужа бездельника и т.д. Мужа бездельника, ключевое слово. Нет, смотри, получается, если фолиевую кислоту, то из нашей продукции лучше Майнмастер, правильно? Там фолиевая кислота в натуральной форме. Да, 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 Майнмастер. А, кстати, Майнмастер и, спасибо, Йодомарин, да? Йодомарин, да. Все аптечные продукты, Йодомарин, йодосодержащие, принимать не имеет никакого смысла. Йод должен синтезироваться в щитовидной железе с помощью продуктов, которые мы получаем. Я уже рассказывал, это про щитовидную железу повторяться долго не хочется. Поэтому Йодомарин, это, ну как скажем, принимать Йодомарин и принимать йодированную соль, это примерно одно и то же. Кстати, йодированная соль, это тоже разводняк населения. Да, йод нам нужен, на этом фоне придумали, что дефицит йода, давайте будем через йодированную соль. А что с солью получается? За три месяца-то йод улетучивается, это первое. Второе, когда вы эту соль бросаете в кипяченую воду, йод моментально исчезает. То есть, скажем так, такая дешевая форма развода населения, но ввиду того, что соль надо покупать каждый день, через копейки мы потихонечку по копейке, по копейке и миллион складывается. С йодомарином примерно такая же форма, сейчас там не помню химическую форму, не могу сказать, да, там такая же фигня. То есть люди ее принимают, а эффекта никакого нету или он минимальный. Поэтому надо налаживать работу щитовидной железы и давать щитовидной железе правильные минералы, тот же кальций, цинк, селен, эти продукты, которые содержатся в алое иммун плюс, что там сейчас, селен в этом, в Майдмастере содержатся, да, цинк еще содержится, хорошо в цистусе содержатся, да. Вот такие микроэлементы, аминокислоты нужны, то есть белки нужны постоянно, жиры нужны, скажем так, для половых гормонов, да, вот, а белки, что, из белков ферменты формируются, а все гормоны щитовидной железы, они нуждаются в ферментах. А чтобы эти ферменты работали, им нужны минералы, потому что ферменты без минералов не работают, одни ферменты без минералов не работают, другим ферментам нужны витамины. А это ферменты, которым нужны и витамины, и минералы. То есть фермент – это, представьте себе, машина, да, а бензин – это с помощью чего едет машина. Вот то же самое, да, вот минералы являются бензином для ферментов. Грубо говоря, очень примитивное разбирание, чтобы было понимание. Поэтому белки нужны, то есть протеиновый напиток. Почему я говорю женщинам протеиновый напиток нужен, да, то есть когда все эти питательные вещества человек получает, и йод начинает вырабатываться нормально, нормально. Полностью. И щитовидка полностью. Вот тут есть люди, сейчас еще тоже отзывы готовим, да, у Анжели, да, у них хороший результат. Да, многие уже результаты есть по щитовидной железе. Что там, это уже неудивительно. Я говорю, удивительно, когда человек принимает продукцию и не получает результат, насколько я уже к этим результатам привык. Поэтому надо нормализовать работу щитовидной железы. А для этого нужно, кстати, чтобы печень нормально работала, потому что все эти питательные вещества и кишечник. Сначала через кишечник, потом из кишечника все поступает в печень, а уже печень формирует все это и подает щитовидной железе. То есть йод, йод, это не йодомарин. Йод – это комплексная работа всего организма. И тот же гипоталамус, который кто-то там писал, по-моему, Анжела писала, да, мозг, ну, это уже долго будет объяснять. Я, наверное, объяснил доступно более-менее, да? Да. Да, смотри, теперь вот я, Танюшка, да, я хочу приобрести, ну, понятно, я вот когда еще худела, коронавирус лечила свой, да, вот, и я уже с продукцией знакома. И вот получается, я сейчас просто перечислю, резюмирую, да, а ты, если что, дополнишь, что еще мне нужно приобрести, как беременной женщине, да? Ну, вот, в первую очередь, мы уже сказали, фолиевая кислота мне нужна, я приобретаю Майнмастер, пью, да, и регулирую там дозировку. А чтобы остаться с волосами и с зубами, а это часто бывает у женщин после беременности, кулаками просто падают волосы, и зубы начинают крошиться. Вот, соответственно, про баланс. Вот, еще говорят, про баланс хорошо снимает судороги, правильно? Потому что там магний, вот, многие женщины мучаются. Да, да, я уже сказал, почему снимают судороги, да. Да, да, запись идет, запись оставим, друзья. Если технических проблем не будет, запись останется, я прошу прощения. Дальше. А витактив, вот сейчас, ну, ковид ходит, да, ну, помимо этого и все вирусные заболевания, но вот если мы говорим про ковид, и нужен обязательно витамин группы D, это витактив, да, я правильно приобретаю, для того, чтобы суточную потребность витамина D тоже покрыть, да? Это про витактив. Дальше. Вопрос такой, когда женщина температурит беременной, ей нельзя жаропонижающий, да, потому что это может отрицательно повлиять на плод. Соответственно, можно ли, как ты считаешь, по две таблетки про баланса выпивать для того, чтобы снизить температуру? Ну, вдруг я за температурой, мало ли что. Правильно? Можно по две таблетки, как говорят, для снижения температуры? Две таблетки про баланс каждый час. Я думаю, насчет про баланс, ответ ты лучше меня знаешь. Ну, хорошо. Ладно, дальше. Сама порекомендуй. Сама спросила, сама ответила, да? Вот. Потом про омегу ты сказал, да, что так как будет закладка, ну, понятно, головного мозга, обязательно нужна омега, да, для ребенка. Ну, кстати, омега еще является источником витамина D3, в большей степени даже, чем витамин Витактив. Потому что именно омега-3, я рассказывал, кому интересно, посмотрите опять в Ютубе, забейте. Я просто, друзья, много вас буду отправлять, потому что по этим вопросам у меня в большом счету есть видео. Если вы их смотрели, у вас вопросы отпадают все. Но для тех, кто не знает, повторюсь, да, омега-3, омега-жиры, они являются первоисточниками витамина D3. Вообще любые жиры омега-3 и омега-6 правильные. Это тоже сало, допустим, да, вот, масло сливочное, да, топленое масло, если вы на нем готовите полностью. Эти омега-жиры, из них вырабатывается правильный холестерин в той же печени, а потом из этого холестерина вырабатывается D-гидрохолестерин, это подкожный жир, если просто, да. И уже когда на вас, на солнце выходите, это правильный источник солнца, должен быть там определенный диапазон, достаточное количество выходите, кожа нагревается. И только вот вспоминаем сейчас химию 7-8 класса, да, когда мы делали опыты, что реакции происходят только в определенной температуре, да, вот. То есть кислород вступает в реакцию с чем-либо только в тепловом режиме, понятно, да. Вот. И когда кожа начинает нагреваться при правильных лучах, происходит правильная реакция, и уже из этого дегидрохолестерина вырабатывается витамин D3. Поэтому, если у вас жирной пищи правильной нету, вы хоть сгорите на солнце, только сгорите на солнце. Но витамина D3 у вас, извиняюсь, не будет. Кстати, поэтому, когда люди приезжают на море, у многих начинается высыпание там все такое. Да, во-первых, соленая вода имеет очень хороший очищающий эффект, а во-вторых, солнце на море, оно достаточно кожу нагревает, и у человека начинает синтезироваться витамин D внутри, запускается иммунитет, и он начинает выгонять всякую грязь. А люди думают, что у них аллергия на солнце. Аллергии на солнце не бывает по определению. Животные целый день на солнцепеке бывают, и у них никого аллергии нету, и они не умирают от солнца. Так, все, поняла. Заодно я эту тему продвинул. Заодно, да. Дальше. Так как у женщин нагрузки еще и на вены, да, идут во время беременности, и говорят еще очень хорошо для лактации, но это уж так сразу на будущее, да, чтобы было много молока. Да, это хороший вопрос. Да, хорошо еще говорят северу, правильно? Если из нашей продукции. Гель с крапивой севера. Что-что? Севера. Севера, да. Севера однозначно. Севера обязательно. Севера для всех направлений. Кровообращение, печень, кишечник, желудочно-кишечный тракт. Это тоже прекрасно работает, да, вот. И в севере, кстати, крапива, крапива, она кроме этого кремния, она содержит одно из редчайших растений, которое содержит железо именно в гемовой форме, которое уже мы можем усваивать. И она содержит, алоэ еще содержит витамин B12, опять-таки для процесса кроветворения. Вот тут Мадина задавала Косово, там железодефицитная анемия. Есть еще и B12 дефицитная анемия, они и мало всего говорят. Поэтому я рекомендую посмотреть мое видео про анемию, там все подробно есть. И вот здесь, принимая именно северу, мы получаем максимальное количество для процесса кроветворения. Кровь – это номер один, друзья. Сосуд – это номер один. Без этого у вас ничего не будет. Поэтому здесь очень важный момент – именно северу принимать. Северу, если при ковиде, еще подключаете и иммун плюс. А так беременность, до беременности, в период беременности, после рождения, именно на северу налегаете. И плюс еще по лактации, именно крапива очень хорошо улучшает именно процесс лактации. Процесс лактации. Вот так вот. То есть это простой пример я привожу. Мы когда молодым парнем, у нас свое хозяйство было, я всегда косил траву, и именно крапиву, очень любила корова крапиву, вообще прямо поедала. И именно надои молока улучшают, за счет крапивы улучшались надои молока, как правило, когда они кушали крапиву. То есть это простой пример переносительного человека. Нормально, это нормально. Говорят, что нас сравнивают с коровами? Да никто вас не сравнивает с коровами. Просто нас часто сравнивают, когда лекарства разрабатывают для нас, нас сравнивают с крысами, с мышами, со свиньями, с кроликами, понятно, да? Поэтому я говорю, если уместно нас сравнивать при лекарствах с этими не самыми лучшими животными, почему бы я не могу сравнивать себя с благородными животными, когда вопрос касается здоровья? С коровами, с теми же, да, это нормально. Да, да, да. А много ли коровы дают молока, да? Да, слушай, у нас сколько времени осталось, я... Чуть-чуть уже, немножечко, да. И смотри, еще... Да, мы там позже начали. Да, чуть-чуть позже начали, да. Там минут на пять, наверное. Вот, и получается, что еще белок нужен, правильно, протеин, то есть добавить нужно будет. К основному приему пищи еще добавить белок, правильно? Да, 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 хорошо, что ты напомнил, спасибо тебе большое. Протеин именно в период лактации нужен, и этот самый, и кормить ребенку. Протеин, самый, наш протеин, самое лучшее питание, смеси для детей, особенно при отсутствии молока. Лучше в магазинах вы не найдете. Просто ни по составу, ни по качеству, ни по вкусу. Вот все самые дорогие смеси где-то вот так вот стоят, да, наш протеин стоит еще вот так вот. То есть он гипоаллергенный на сто процентов, содержит пять видов белка, если вы его разбавляете, ну, желательно козьим молоком, вот, то ваш ребенок вообще очень будет. Почему козьим лучше? Ну, смотри, считай, во-первых, ну, я сейчас вот сказал и пожалел, потому что тема большая, понятно, да. То есть, ну, специалисты считают, что он, скажем так, менее аллергичен для детей, хотя аллергии на молоко, как таковой, по сути, нету вообще. У меня есть видео специально, про кого струм я рассказывал, аллергия на молоко, посмотрите. Как это, ну, научный факт, его нету, аллергии на молоко. Там у одного процента, и то, как правило, через год, через два, через три, оно исчезает. Есть неусвояемость молока из-за неправильной работы кишечника, из-за неправильных ферментов, из-за неправильной выработки лактазы. Лактаза – это фермент, который отвечает за усвоение лактозы молочного сахара. И вот когда лактаза не вырабатывает в достаточном количестве, лактоза в молоке не расщепляется, и возникает диарея, расстройство, и все. Ну, это отдельная тема, видео посмотрите, вы поймете, о чем это. То есть, ну, вот считается, чтобы этих проблем не было, с козьим молоком проблем как бы меньше, вот так вот. То есть, его кишечник лучше воспринимает, вот для этого. А так, в принципе, если таких проблем нету, только натуральное коровье молоко, без всякой химии. Потому что сейчас начнут мне борцы с молоком, вот молоко вредно, я знаю, ну, ребята, ну что вы говорите, столетиями молоко пили, проблем нету. И только в 20-21 веке проявилась проблема с молоком. Почему? Да потому что молоко все в химию превратили, потому что коров кормят, бог знает чем, антибиотиками, всякой хренью. Смотри, здесь сразу пошла серия вопросов. Проблема не в молоке, а проблема в людях. Смотри, серия вопросов прошла по поводу протеина. Давай ответим людям. Ребенку протеин можно давать? Как правильно применять протеин ЛР утром или вечером? В какой дозе протеин можно давать ребенку? Три года и девятилетнего ребенка? Я только что ответил. Если ребенка грудного можно кормить этим протеином, какой вопрос возникает по остальным детям? Если я сказал, что это лучшая детская смесь. То есть у нас вообще, кстати, вот хороший вопрос, спасибо. В продуктах нет возрастных ограничений. Если было бы хоть какое-то возрастное ограничение, оно было бы указано на любом товаре, на любом продукте. Вот как есть противопоказание, первый вопрос, который был, да? Осталось 18 секунд. Оно было бы указано здесь. Оно было бы указано здесь.